Знакомьтесь, будущее российских шахмат Дмитрий Кириллов. Ивановский школьник буквально на днях вернулся с первенства ЦФО и привез три золотых награды в классики в быстрых и молниеносных шахматах. Такого успеха отметили в городском спорткомитете. Не знает история детских соревнований высокого уровня. В послужном списке Димы участие в первенствах России, чемпионатах Европы и мира. Мальчику 11 лет, большую половину которых он провел за шахматной доской. Пять лет, когда я был в садике, мне один мальчик предложил сыграть в шахматы. И мне очень понравилось играть в шахматы. Ну и потом я начала обыгрывать его, а затем воспитателей. И я попросила родителей отдать меня в шахматный кружок. Родители желанию сына удивились, но отдали ребенка в клуб прокировка. Буквально через полгода юный шахматист обошел всех ровесников. Сейчас тренеров подходящего уровня в городе нет. Поэтому Дима занимается с гроссмейстером из Воронежа. Передо мной стоит доска и мы с ним говорим по скайпу. Он видит ее тоже и мне. И он говорит мне какую-то позицию или что-то еще. И мы ее рассматриваем. Я вначале над ней размышляю, потом говорю. И он говорит правильно или неправильно. Если правильно, то дальше продолжаем смотреть эту позицию. Ну и если неправильно, то перерешиваю. Сборы и соревнования для Димы уже вошли в привычку. В школе приходится много пропускать. Но отставать от сверстников мальчик не собирается. Главное в его жизни все же учеба. Дима очень общительный мальчик. Подружился со всеми одноклассниками. Отличник. Успевает и участвовать в олимпиадах, и заниматься шахматами, плаванием, футболом. Дима очень серьезный юноша, сосредоточенный и усидчивый. Рассказывает, что шахматы помогают ему развивать логическое мышление. А умение просчитывать ходы дает фору перед ровесниками в математике. В свободное от учебы и занятий время Дима следит за интеллектуальными баталиями за мировую шахматную корону. Не лишен Дима Кириллов и спортивных амбиций в мечтах победы на чемпионатах мира. Сначала среди юношей, потом среди мужчин. В планах новые состязания. В начале следующей недели маленький гений уезжает на первенство мира среди школьников в Сочи.